Что касается работы в коалиции, пока что никаких проблем на уровне правительства и парламента, явных проблем нет. Мы идем по своей повестке дня, начиная от там, где уже сформированы местные органы власти, о переговорах о каких-то вещах, связанных с сотрудничеством на уровне местной власти, для того, чтобы мы могли идти решение, которое будет на уровне правительства, и проводить еще на уровне местной власти. Что касается повестки дня парламентской и вообще в целом, что происходит на уровне государства, если отключить Кишинев от этой повестки дня, тоже все идет более или менее по плану, идет конкурс на генпрокурора. История с судьями не очень приятная, продолжается, но пока что более или менее еще без явных каких-то эксцессов, каких-то противоречий на уровне парламента и правительства, и президентуры, собственно говоря, больших нет. Очевидно, что единственный такой фактор, который в своих целях, к сожалению, контркандидат Иона Чабана использует, на мой взгляд, немножко больше, чем, наверное, мы ожидали, очевидно, это Кишинев, это второй тур, это метод ведения компании, метод, я называю его немножко пробуждения своего электората, который привык голосовать за нашего контркандидата Иона Чабана. Да, это, наверное, не совсем, на наш взгляд, не совсем правильно, чтобы так поступать, учитывая, что мы, в том числе и сам Ион Чабан голосовал за своего контркандидата в качестве министра внутренних дел. Ион Чабан подписывал договор, в котором отдельным пунктом было не нападение, и более-менее корректное введение компании, но, к сожалению, с другой стороны, со стороны господина Анастасии, не всегда он этого придерживается. Но, опять-таки, я надеюсь, все-таки 3-го числа кишиневцы оценят. Давайте сейчас будем об этом говорить. Без агитации, то есть, посмотрим два мира введения компании.